Всем привет! На днях приобрел себе вот такую модельку. Это Chevrolet Corvette 1988 года. Выполнена она в 24 масштабе. Производитель Franklin Mint. Вообще, попадалась она мне в объявлениях довольно часто, но я как-то пропускаю ее все. Мне она казалась неинтересной, такой скучноватой. Но присмотревшись, думаю, вот что бы не взять. И цена у нее такая была, в принципе, недорого она стоила. Ну, взял и, в принципе, сейчас доволен, потому что вживую она выглядит довольно интересно. Давайте ее рассмотрим более подробно. Здесь неплохая детализация. Вот так вот выглядит передняя часть. Зачнее, тут детализация очень хорошая, даже я бы сказал. Единственный вот очень большой минус, то что блок фар у нее сделаны не рабочие. Просто расшивочка, и все. Они не функционируют. Это прям минус огромный. Также здесь нет хромированных деталей. Конец 80-х это нормально. Это царство пластмассы. Даже на колесах вот такие вот огромные пластмассовые колпаки. Так вот выглядит машинка сзади. С этой стороны. Вот у машинки присутствует функционал. Открывается вот этот вот своего рода багажник. Хотя багажником это, конечно, назвать трудно. Ну, что сюда можно положить? Ну, спортивную сумку. Дипломат какой-нибудь, кейс. Или шлем. Чтобы можно было участвовать в уличных гонках. Покрыт на полу эта ниша флоком. Так, давайте заглянем в салончик. Ну, давайте с водительской стороны посмотрим. На дверях у нас присутствуют вот такие вот дверные карты. Из приятного довольно ощупь пластика. Вот так вот выглядит место водителя. Там вон блок педалей присутствует. Руль поворачивается вместе с колесами. Вот руль здесь, мне кажется, баранка сама толстовато выполнена. Так, прям вот она. Не знаю, кажется, не в масштаб она. Хотя могу ошибаться. Может, он действительно был такой толстый, не знаю. А может быть, просто из-за того, что белого цвета он так кажется, что он такой объектный, ну, такой массивный, так скажем. Давайте заглянем в с этой стороны. О, с этой стороны можно разглядеть даже немножко приборов. Ну, все. Все в черной пластмассе. Довольно все так скромно выглядит. Хотя это корвет, это суперкар. Ну, вот мода была такая. Пластик, пластик, кругом один пластик. Сиденье здесь сделано из материала на ощупь приятного, напоминающего кожу. На полу лежит флок. Ну, довольно-таки скромного вида машинка. Я, конечно, люблю больше модели 50-х годов. Там обилие хрома, все блестит, все сверкает. Ну, здесь этого нет. Ну, сама модель детализирована очень хорошо и очень такая неплохая модель. Качественно сделана. Давайте заглянем под капот. Здесь вот так вот детализировано подкапотное пространство. Там вот видно блок фар имитирован. Вот с этой стороны, с той стороны просто я оставил саму пластмассу, отражающий элемент. А здесь вот я одел корпус на фару. Это вот такая вот штуковинка. Тоже она металлическая. Я сначала... Они обе лежали в коробке просто. Я сначала никак не мог понять, что это такое и куда это ставится. Потому что фары здесь не рабочие. И на капоте она тоже не держится, а очень похожа на открытые фары. Оказывается, вот она просто под капотом имитирует блок фары в закрытом состоянии. Ну, хоть такую имитацию сделали, то хорошо. Так, давайте посмотрим на донышко этой модели. Вот здесь все тоже довольно неплохо сымитировано. Передняя подвеска. Колеса поворачиваются. Угол, правда, поворота небольшой. Но эта функция присутствует, и это очень хорошо. Вот. Кузов, как видно, несущий. Двигатель сделан отдельным элементом здесь. Он сделан из металла. Да, из металла, по-моему. Да, металлический вроде бы. Выхлопная система пластиковая. Вот имитация задней подвески. Ну, то есть детализация машинки. Здесь вот информация. Детализация машинки на уровне. Очень хорошая. Вот. Значит. Также к этой машинке в комплекте есть вот такая вот прозрачная крыша панорамная. Сейчас мы ее установим. Она никак не крепится. Просто она там надо попасть в пазы. Вот. Она ставится в пазы. Но, в принципе, с крышей выглядит он тоже неплохо. Хотя без крыши мне нравится больше. Ну, вот. Также присутствует вот такая берка. Здесь информация о том, что это лицензированная продукция. лицензия от General Motors. Ну, здесь информация о самом производителе масштабной модели. Ну, и еще вот эти вот штучки, которые я ранее показывал. Так, давайте покажу, во что он упаковывался. Упаковка у нее довольно-таки хорошая. Это вот такой вот пенопластовый бокс. Здесь надпись. Предупреждающий нас, чтобы мы были аккуратны при вскрытии бокса. Так вот он открывается. Сюда вот ставится машинка. Закрывается. Машинка там зафиксирована. Не болтается. То есть, в принципе, транспортировать ее можно довольно безопасно. Хотя, бывало, что даже в таком боксе приходили машинки немножечко испорченные. Было ли это во время транспортировки или до транспортировки. Сказать сейчас сложно, но тем не менее. И это вставлялось вот в эту вот картонную транспортировочную коробку. К сожалению, красочной подарочной коробочки здесь нет в комплекте. Бывали она вообще, я не знаю. Не интересовался этим вопросом. Меня, в принципе, это мало интересует. Вот. Вот вся комплектация. Что у меня есть в наличии. Были ли еще какие-то документы или нет, я тоже не знаю. В принципе, меня устраивает вполне то, что у меня есть. Вот такую вот машинку хотел показать. Не жалею о том, что я ее приобрел. Вблизи она мне очень понравилась. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. Всем пока.